Друзья, всем привет! Меня зовут Вита, добро пожаловать на мой канал! Новое видео сегодня, и я вам буду показывать новые продукты. Я их даже еще не открывала, и я вся в предвкушении, потому что мне они показались очень интересными, и я буду с вами делиться сегодня первыми впечатлениями. Этот продукт от Makeup by Mario, и это два новых скульптора. Один из них должен быть кремовый, второй из них должен быть пудровый. Давайте начнем. У меня они оба в оттенке light, два самых светлых оттенка, и называются они Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer, это номер один, и Soft Sculpt Transforming Skin Perfector. Ну, отлично! Давайте посмотрим на упаковочки. Вот так это все дело выглядит. Так, этот, что я схватила? Ага, это у нас, это у нас кремовый продукт. Такое у него, такие поры в нем небольшие. Очень интересно, слушайте, ну-ка. Ну да, он такой кремовенький. Естественно, залезли пальцем. Вот так он выглядит. У меня всегда, мне главное, чтобы он был не слишком теплым, но вот он такой выглядит тепловат. Вот, ну, смотрите, зато какой светлый. О, слушайте, слушайте, мне кажется, для белоснежек будет вообще самое то. Ну, хорошо, давайте откроем продукт number two. Я всегда закрепляю кремовую коррекцию, и для меня, конечно, это парочка. Ой, смотрите, как он интересно выглядит. Тут такие три цвета. Скульптор, такой бронзер, причем золотистый он такой, и вот это какая-то еще светлая пудричка. То есть наверняка можно все это вместе пошурудить кистюлькой там. И слушайте, слушайте. Так, ну, смотрю, выглядит вообще очень красиво. Короче, будем делать сегодня этим коррекцию. Также я попытаюсь, попытаюсь это нанести на глаза, сделать небольшой такой, такую тень в складку. И также еще один продукт, дополнить, так сказать, нашу коррекцию. Сегодня будет новое румяна от Валентина. Я уже показывала один из цветов ранее. Цвет номер три я его взяла, и он мне так понравился, что я, конечно, нашуродила себе еще один оттенок. Этот оттенок номер четыре. Вот так вот он выглядит. Ой, этот, он безумной красоты. Во-первых, во-первых, запах. Я без ума от запаха этих румян. Ох, такой он классный. И я вообще не фанат от душки в косметике, но вот такой вот цвет. Он сатиновый, и он переливается, переливается из такого какого-то бежевого, розового в персике. В общем, красота! Вот этот, конечно, бесполезный. Я не знаю, что этим можно нанести. То есть мне, вы мне предлагаете... Ну, я не знаю, короче. Это, конечно, просто... Это убого. Ну, ладно. Но сама упаковка бомба, запах бомба, цвет бомба будем сегодня пробовать. На мне уже есть тональный крем, есть брови, есть бальзам для губ, также на мне есть база для потеней, и также на мне есть межресничка темно-коричневым цветом сделанная. Давайте приступим, приступим, приступим. Начнём с кремчика. Кистьюлечкой. Сейчас поднабьём. Так, мне ни черта не видно. Давайте я возьму зеркало. Так, ложится очень мягко. Слушайте, очень классный оттенок, потому что он очень светленький. И вот это действительно оттенок light. Вот это я понимаю. Так, мне кажется, это кишкис немножечко такая пушистенькая для него. Давайте я возьму свой любимый. Такой финиш, очень блестящий. Чем-то мне напоминает по формуле и по тому, как он выглядит. Кремовый скульптор двойной от Tom Ford. Вот оттенок 0,5. У меня он есть. Вот прям очень похоже по финишу и по тому, как наносится и вообще по текстуре. То есть прям очень. Смотрите. Ну, оттенок красивый, конечно. Так что, если вы беляночка, присмотритесь. Имейте в виду, что это всё-таки бронзер, а не скульптор. Он такой тёпленький, но при этом он не сильно рыжий и не сильно тёмный. Так, кремовая коррекция готова. Посмотрите, мне очень нравится. Я люблю такое. Придает коже сияние, блеск, лоск. Очень мягко, слушайте. Очень красиво. Прям, ну, хорошо. Чуть-чуть я хочу попробовать нанести этого кремчика в складку. Прям чуть-чуть. Я его обязательно буду закреплять. Потому что, конечно, ну, нужно понимать, да, что этот продукт не будет фиксироваться. Но, мне кажется, если я его закреплю, потом будет очень красиво смотреться. Вот так вот. На внешний уголок и в складку. И чуть-чуть подтушевать. И сейчас под глаз тоже его. Он такой светленький, слушайте. Просто делаем такое скульптурирование. На максималках. Вот так на носик чуть-чуть добавить. У меня не было до этого продуктов от Марио. Я смотрела, чего-то там выбирала. Мне очень, конечно, интересен был этот бренд. И я думала, что вот такое вот взять. И тут, конечно, когда объявили выход этих скульпторов, я подождала. Потому что, мне кажется, во-первых, это что-то новенькое. Ну, не кремовый, да, продукт. Кремовый продукт ничего новенького. Но вот именно когда скульптор выходит в паре с кремовым вместе с сухим. В одной линейке, да. И как бы вместе. Плюс, конечно, вот этот вот сухой продукт. Но он так красиво выглядит. Тут такой разброс по цветам. Я добавила чуть-чуть в складочку кремового продукта. Чуть-чуть под глаз. Смотрите, как очень красиво, очень натурально, живо выглядит это все. Давайте будем это все еще сделать, закреплять. Я сначала, наверное, добавлю чуть-чуть пудры. Везде закрепить свои консилеры. Пудра у меня будет от Сэй. Слушайте, я как ее взяла, так вот я ей только и пользуюсь. Потому что она такая тоненькая. Мне хотелось бы, конечно, чтобы она была немножечко посветлее. Но формула бомба. И, конечно, можно и так оставить. Если вам нравится очень мягкая коррекция, немножечко съедает цвет мне камера, конечно. Но в жизни вот очень такая мягкая, красивая коррекция получилась. Единственное, что, конечно, мне не очень нравится, это то, что нету зеркал в этих продуктах. Ну, потому что всегда нужно будет другое какое-то зеркало с ними. Ну, в принципе, я их как-то с собой вот так вот, наверное, ты и не будешь носить. Просто, чтобы был один продукт. Но все равно, мне как-то немножко непривычно, что нету зеркала. А мне бы, конечно, хотелось, чтобы было зеркало. Но давайте попробуем вот это вот. Я попробую смешать все цвета. Давайте я сделаю-ка сводчик. Так, ага, вот тут, ну да, матовый скульптор такой. Потом идет какое-то золотое сияние пудра. А верхушечка идет такая, знаете, как сатиновая светлая пудра. Но я это все вместе смешаю. Вот так это все выглядит. Ну, поехали. Сейчас набью. Так, конечно, вот этот вот желтый сектор в серединке дает такого конкретной теплоты продукту. Поэтому я постараюсь немножечко в сторону скульптора набирать. Вот так вот, да, то есть чуть-чуть. Вот так вот. Вау, вообще, какая красота. Ну-ка. Цвет действительно очень светлый. Беляночки, белоснежечки, пожалуйста, присмотритесь. Здесь немножко он тепловат, но интенсивность прям то, что надо. И мне нравится такая интенсивность у продукта, потому что я лучше падаю на слою, чем буду тушевать коричневое пятно. О, слушайте, очень... Вы знаете, дает такое очень красивое золотое свечение на лице. Знаете, такой эффект, когда фотографируешься на закатном солнце, и все такое теплое, желтенькое. Очень красиво, смотрите. О, вау. Вот просто кремовая коррекция. Вот два продукта вместе. Давайте сейчас сделаем вторую сторону. Так. Ну, видно, да, что он такой, конечно, теплый. Мне бы, конечно, хотелось в идеале, наверное, не такой теплый. Вот если бы вот этот вот сектор не был таким рыжим, было бы вообще красиво. Но, но, мне и так нравится. То есть я уже, знаете, придираюсь, потому что я знаю, что некоторым светлым девочкам мне нравится, когда настолько много желтого в бронзере или в скульпторе. Но это все-таки бронзер, поэтому я уже так, знаете, нашла к чему придраться. Смотрите, какая красота. Как мягко все это выглядит, как красиво. Просто я в восторге. Давайте добавим немножечко скульптора в складочку. Вот сам по себе скульптор в складку, конечно, смотрите. Это идеальная тень для светлых девчонок. Вы это видите? Просто он такой сероватый. То есть прям, прям то, что надо. То есть можно его одного взять, да, и на глаза. И на скулы. Так, теперь я хочу нанести вот этого светлого сектора на кисть и попробовать немножечко подтушевать нашу тушевку. Вот под бровь его закинуть, посмотреть. Слушайте, да, он как такая, знаете, сатиновая пудра. Все очень красиво, мягко растушевывает. Слушайте, это вообще идеальная, видите, идеальная комбинация. При этом она не слишком блестящая, потому что хайлайт подбой уже, ну, не комбельфо добавлять. Слушайте, смотрите, как красиво. О, боже. Ну, хорошо, давайте теперь вот эту теплоту центральную добавим по всему веку. Видите сразу, да, как он, конечно, ну, вот этот вот сектор такой желтит. Смешаем его со светленьким сейчас чуть-чуть, чтобы он... О, ба! Смотрите, как красиво. Очень классно. Слушайте, я в восторге от вот этих двух продуктов от Марио. Это просто... Какая красота! Давайте добавим румяна, вишенка на торте от Валентина. Этот запах, он просто мне освоит с ума. Они такие... О, так, полегче. И та полегче. Все потушу. Такие они пигментированные. Слушайте, румяна очень красивые. Они мне чуток, конечно, темноватые, но... Но если вы немножечко позагорели, то это вообще красота. Идеальный персик. Дело закрепим. Давайте я сейчас добавлю тушь, добавлю ресницы, добавлю губы и к вам вернусь. До встречи.